Валентин, российская пропаганда на самом деле разрушает Россию уже изнутри, потому что просто воспитывается, знаете, несколько поколений людей с жестокими сердцами, которые радуются насилию, которые ждут возмездия непонятно за что. И такое ощущение, что все, что сейчас творит Российская Федерация на территории Украины, это, знаете, либо истерия, либо вот такая еще одна попытка перед смертью затянуть за собой Украину и все-таки принести как можно больше ущерб. То, что сказал Владимир Зеленский, что мы, естественно, не братский народ и ни в коем случае себя не ассоциируем с Российской Федерацией, для жителей Украины это действительно очевидные вещи. Но мы понимаем, что этот мунифест направлен больше в сторону России. Как вы считаете, вообще, что сейчас происходит со стороны Российской Федерации? Это что? Это истерика? Это все еще амбиции, что они могут чего-то добиться здесь, в Украине? Ну, я думаю, что это и первое, и второе, и третье. Ну, то есть, с одной стороны, это, безусловно, какой-то крик отчаяния, истерическая реакция на те события, за которыми мы с радостью наблюдаем последнее время, когда украинские вооруженные силы освобождают наши земли от оккупантов. И оккупантам нечего противопоставить этому процессу. Поэтому не опять террористическими методами. Ну, и опять же, не впервые это все происходит. Зеленский давно говорит о том, что Россия давно заслужила на то, чтобы считаться по полному праву государством-спонсором терроризма. И он в свое время говорил после атаки на Винницу о том, что если бы такая атака имела место быть в Европе или в Соединенных Штатах Америки, то тот, кто совершил бы подобный акт вандализма, с необходимостью достаточно оперативно был бы внесен в соответствующий список. То есть, я не говорю о том, что сам факт нападения на Украину, это уже есть вопиющий акт варварства, который несовместим с нормами существования в 21 веке. Цивилизованного, сосуществования. Ну, кроме того, нужно понимать, что еще и те методы, которыми ведет Россия свою войну, они также по своей сути являются террористическими. Это террор против гражданского населения. Это удары по гражданским объектам. И вчерашние удары – это всего лишь еще отдельные случаи и примеры той практики, которую они, собственно говоря, делали и раньше. С какой целью они это делают? С той же, что и в самом начале. Это террор против местного населения с целью сломить волю к сопротивлению. Ну, с целью заставить принять какие-то их условия. И Зеленский правильно говорит, что они не поняли, о чем это. Ну, то есть, как бы, чем больше они будут проводить таких террористических актов, насильственных, направленных на запугивание украинцев, тем более сильной и более жесткой будет наша реакция. То есть, это работает диаметрально противоположным образом. То есть, даже те, кто там когда-то еще сомневался до 24 февраля, да, и какие-то иллюзии имел, ну, то после 24 февраля таких иллюзий не осталось абсолютно ни у кого. А те, кто побывал под оккупацией российской, так у них вообще эти глупые мысли очень быстро выветрились. Поэтому, ну, что им остается делать? Ну, будут и дальше каотические ракетные удары производить. Ну, да, что? Будут и дальше терроризировать местное население. Просто вопрос состоит в том, каким выводом это должно подтолкнуть. Я надеюсь, что это подтолкнет наших западных партнеров к окончательному осознанию того, что единственный способ прекратить эту кровопролитную и бессмысленную войну, это предоставить Украине все необходимые инструменты для того, чтобы украинское государство как можно быстрее освободило свои территории и навсегда отбило охоту у российского империализма проводить вот такую агрессивную, бессмысленную, кровавую, я бы сказал, даже не варварскую, даже хуже, чем варварская, абсолютно какой-то болезненно, знаете, продиктованную рессентиментом поведение. Продолжение манифеста Владимира Зеленского без вас. Дополню, что в офисе президента Украины описали стратегию, так называемую, которой придерживается Кремль. В своем твиттере ее изложил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Давайте сейчас послушаем и продолжим. Террористическая стратегия России сегодня. Энергетические протесты в Европе. Все замерзнут. Пропаганда в глобальных медиа. Демонстративные удары по украинским ТЭЦ. Выпросить переговоры по лживому прекращению огня. Знаем, видим, понимаем, дожимаем стратегии Украины. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины в Твиттер. Итак, удары по инфраструктурным объектам, в частности ТЭЦ-5, то, что было вчера в Харьковской области. Таким образом, террористическая стратегия, которую описал Михаил Подоляк, заключается в том, чтобы гражданское население якобы должно было испугаться. И что, требовать у президента Украины переговоров с Путиным? Так это себе видит Кремль? Вообще, понимают ли в Кремле, что это невозможно? Я не знаю, о чем думают в Кремле. Ну, как человек, который не имеет соответствующего психиатрического образования, а там явно клинические какие-то процессы происходят. Поэтому я не знаю, что они думают, но я точно могу сказать, что они проводят террористическую абсолютно операцию. цель которой является запугивание и сломление воли к сопротивлению и навязыванию своих каких-то требований. Это абсурдная ситуация. То есть, если мы не побоялись, когда они с оружием в руках стояли здесь, то они думают, что сейчас мы испугаемся того, что будет холодно. Это просто полный абсурд. Я, кстати, готов сейчас даже сделать ставку в прямом эфире, что по итогам отопительного сезона этой зимой в России от переохлаждения умрет больше людей, чем в Европе и вместе с Украиной. Во-первых, климатические особенности имеют значение, а во-вторых, все-таки пусть они не забывают о том, что западные газовые хранилища заполнены на достаточном уровне для того, чтобы достаточно безболезненно пройти опаривание отопительных СИЗО. То же самое можно сказать и в Украине. То есть, да, даже если нам будет холодно, ну да, то есть, мы все равно будем без вас, потому что лучше в холоде, чем в ваших застенках, связанными руками и с простреленным затылком. То есть, поэтому, как бы, тут все, исторический жребий брошен. То есть, ни холод не страшит больше нас. Ни голод, если хотите. Хотя голод это вообще что-то абсурдное, ну, какое-то заявление в силу того, что запасы продовольствия в Украине более чем достаточны для того, чтобы безболезненно пройти любые такие вот испытания. В отличие, опять же, от россиян. Поэтому, как бы, ну, это абсолютно глупая историческая реакция, которая, опять же, нацелена в первую очередь на свое собственное население. Были вчера, опять же, представлены скриншоты, да, из российских социальных сетей, где там они радовались тому, что Украина, некоторые области, некоторые населенные пункты остались без света и там гада. Вы на себя посмотрите. Ну, то есть, чему вы радуетесь? У вас у самих ничего нет. Вы живете в грязи, в нищете, в бесправии. И вы радуетесь того, что у нас на три часа отключили свет. Ну, свет, кстати, уже опять есть. А позорище, которое продемонстрировала российская армия в Украине, оно будет и на века. И так просто не смоется. Поэтому это абсолютно какие-то, ну, наивные, я не знаю, попытки. Все. До тех пор, пока стороны сохраняют уверенность в том, что военным путем они способны изменить свои переговорные позиции, до тех пор, ну, никаких переговоров речи быть не может. Как бы это кому-то не хотелось. То есть, это объективная реальность. Поэтому, если русские думают о том, что сейчас они нас могут вот такими хаотическими обстрелами остановить от освобождения своей территории, я подчеркиваю, своей территории, мы освобождаем свои населенные пункты. Мы спасаем своих людей, граждан Украины, которые ждут наши вооруженные силы. Ну, поэтому, как бы, это неизбежный процесс, и надо быть очень глупым или очень наивным, для того, чтобы думать, что удары по объектам критической инфраструктуры могут каким-то образом этот процесс остановить. Нет. Они, наоборот, его ускорят. Потому что мы понимаем, и мировое сообщество понимает, что чем быстрее эта зараза будет уничтожена, тем меньше будет жертв, и тем легче и быстрее цивилизованный мир вернется к нормальному цивилизованному существованию.